в общем похоже что полярность здесь воткнули просто так не запаривать обычные лампочки то им все равно от светодиода требует соблюдение полярности поэтому я просто меняю местами два повода все загорелось обратно обычная лампочка горит сразу так блин тускло тускло но потом еще поменяем мастер поярче возьму но принципе знаете для душа достаточно мне кажется такого света загорелось вся эта мебель производства икея но самим выпиливать колхозчик не охота двойне поэтому кухонные ящики у нас такие непростые мы посмотрим потом это же такая мебель которая легко разбирается можно разобрать вытащить продать так легко все завинчиво саще голову ломать не нужно начало будет уже интересный номер тихо саша не очкуй все зайдется у нас там газовые трубки которые нам не позволят нам сюда легко въехать а если мы такие хитрые поднимем толстый все не знаете честно гоняющий хотел поставить пол почему не хотела гоняющий главное не спеши никуда наворочишь чем-нибудь точно и даже сейчас мы видим что он сюда зайдет прям хорошо газ-то у нас никуда не делся газ-то у нас остался как-то будет помещаться газовые трубы-то у нас здесь взят и батик колоди вот 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 красиво получилось да но это чудо нож вот он классный швейцарский ножичек хорошо в общем все пока хорошо ставился в ящик тоже там очень впритык с сифоном мойки глубокая получилось но в общем с таким немножко в плите ручку но нормально в общем заходит ящик столовые приборы отлично есть у нас тут тоже вину уже посуда всякая тугой то ли от холода то ли просто так встал доводчик он прям тугой ну короче осталось прикрутить сюда ручки в принципе с этим все это заходит ну и сюда какую-нибудь палочку надо найти дощечку который будет в цвет зазор мне поначалу не понравился но он такой некритичный принципе тут и у холодильника есть зазор даже может быть петлю подтянуть можно и так думаю что пока что я не буду сильно заморачиваться потом посмотрим вот такой значит у нас кухонный получается гарнитур от икея поначалу что-то значит вообще на полу пути думал на хер а это все нужно было но в общем решили что будет так по кухне осталось нам наверное поменять штору антимоскитную сетку окно посмотрим пока целая не течет все с ним вроде бы нормально холодильник работает от газа вот 220 от 12 нужно будет диагностировать где-то что-то там какой-то каратыш ну да 220 от газа вообще отлично шарашит с печки пока не могу победить момент с тем что не отключается пьезо если пламя гаснет то автоматически перекрывается клапан выкнул тебя тут снижается там закрывает газ начну не угарим а вот пьезо щелкает постоянно пока печка работает сейчас я батарейку просто извлек оттуда она не щелкает нервирует вот в общем зафиксируем этот кухонный гарнитур с этой стороны она там видите отверстие от старых креплений притянем это все саморезами заткнем декоративными кнопочками белыми будет все нормально но дальше пока двигаемся потихонечку спешить не будем сначала закончим с этими моментами ну и вот еще хочу похвалиться поставил классный фонарик адресский неудивительно да в общем работает сначала зажигается такой ночничок вот второе нажатие на сенсор загорается лампочка такая направленная в общем светит куда нужно светить и плюс еще здесь зарядочку для usb что сейчас наше время очень актуально в общем 4 такие светильника у нас будет здесь видя по углам тут пока порядок буду наводить чехлы еще частично не надели будем делать постепенно но по машине я так могу сказать пока что таких жестких замечаний нету ездить можно чуть-чуть масло подкапывает там в районе соединения двигателя с коробкой есть такой момент но не критично я бы так сказал не специально на месте и гонял тут какое-то время работало ничего особо там не накапала так маленькое пятнышко там с 5 рублей с размером вот все алена очень хочет поменять эту столешницу вот хотя она здесь вообще прям как-то вроде бы нормально выполнять задачу ну тут дело вкуса посмотрим общем пока что тут такая одна сплошная мастерская надо порядок на водитель на сегодня наверное уже все если есть вопросы друзьям задавайте если что-то посоветовать решите тоже будем рады а так рады что смотрите нас скоро мы отправимся наверно в первое путешествие я боюсь что это будет тусовка в онлайф где-то там на и горе под санкт-петербургом может быть получится и немножко заехать в карьеру посмотреть все друзья большое спасибо всем занимаемся пока пока время есть в общем вечерами там в выходными трачу время на это все но кайф кайф там руку приложить хочется вот к такому интересному автомобилю все спасибо до новых встреч пока